Добрый вечер, уважаемые телезрители. С вами программа «Из первых рук». Я и ведущий Антон Пережогин. Сегодня у нас в гостях главный прокурор Актюбинской области Нургалым Мажитович Абдиров. Здравствуйте, Нургалым Мажитович. Здравствуйте. Сейчас происходит очень много новшеств. Появляется в работе прокуратуры. Прокуратура становится более мобильной. Она выходит в сеть. Она уже практически любой из работников прокуратуры спокойно узнаваем в социальных сетях. И так же они сидят и официально могут решать какие-то вопросы. Во всяком случае, народ, люди, общество и наши правоохранительные органы все ближе и ближе срастаются. И получается так, что практически эта услуга становится не какой-то, как сказать, есть недоступная, как раньше было, нехватка каких-то продуктов, нехватка каких-то услуг. Сверху, наверху не знают, что там простой человек, простые люди делают. А тут практически уже в одном пространстве живем. То есть это, можно сказать, есть принципы какие-то демократии, которые мы проводим. На сегодняшний день у вас появились еще несколько новшеств, которые еще больше упрощают работу с прокурорами, с полицией, работу ваших органов и простых людей с вами. И еще комната допросов с прозрачными стенами. То есть, я знаю, есть прецеденты в Европе. То есть это мы, получается, как раз выходим на такой европейский лад. Более подробно расскажите, для чего все это делается, как это все делается, какие перспективы у этих нововведений, ну и, я думаю, подробнее о том, где они будут, куда обращаться и так далее. Хорошо. Ну, во-первых, правильно говорить о том, что об услугах. Наверное, все мы делаем, работаем для населения, оказываем услуги. В том числе, если говорить о государственных органах, госслужащих. Поэтому сейчас большие перемены происходят у нас в органах прокуратуры. В целом, неоднократно наш генеральный прокурор, Жак Кажманов Асанов, выходил в эфир и говорил о том, что у нас идут перемены. Как раз сегодня вот речь идет о какой прокуратуре? О эффективной, открытой и доступной прокуратуре. Как раз те нововведения и те действия, которые мы сегодня производим, как раз идут в рамках вот этого нового подхода, когда мы делаем и проводим деятельность свою в интересах населения. Значит, какие у нас изменения за последнее время произошли? Сегодня вот у нас был выезд в заводской отдел полиции. Там присутствовали у нас и средства массовой информации. Там как раз на деле мы показывали о тех новшествах, которые произошли в последнее время. В первую очередь я бы хотел рассказать о кабинетах дежурных прокуроров, которые у нас дислоцированы во всех органах уголовного преследования. В каждом отделе полиции на сегодняшний день функционирует кабинет прокурора, где дежурит наш оперативный сотрудник. Там, значит, он изучает уголовные дела, рассматривает обращения, принимает людей. Сегодня я вот тоже непосредственно выезжал в заводской отдел полиции и там осуществил прием граждан. На месте разрешили те вопросы. Вот четыре граждане обратились, их вопросы там на месте были разрешены. Именно вот такой подход мы сегодня ставим. Я бы хотел несколько слов рассказать про совместный проект, который мы, пилотный проект, который делаем совместно органами внутренних дел. Значит, в течение трех месяцев последних на базе заводского отдела полиции был проводился эксперимент, который называется «Оптимизация уголовного процесса в интересах граждан». Мы постарались достаточно сократить и упростить уголовный процесс, где пересмотрели сроки расследования уголовных дел. То есть очевидные раскрытые преступления расследовались не по два месяца, как ранее. Сегодня мы задачу ставим, что в течение 10 дней эти дела завершались расследованием и направлялись к прокурору. Раньше прокурор такие дела изучал в рамках требований уголовного процессуального законодательства в течение 10 дней. На сегодняшний день мы эти сроки сократили до одного, до двух дней. То же самое. Потом в суде длительность рассмотрения уголовных дел доходила до месяца. На сегодняшний день тоже эти дела в судах очень быстро рассматриваются. Мы за три месяца данного пилотного проекта чего добились? Сократили время от момента возбуждения уголовного дела, или как сегодня мы говорим, регистрации в ЕЖДР до его рассмотрения в суде, мы сократили до 15 дней. То есть это существенно в четыре раза сократили время нахождения дел в расследовании и нахождения у прокурора. На что это повлияло? На сегодняшний день уменьшилось количество заявлений в этой части на волокиту расследования уголовных дел. В целом в порядке ускоренного досудебного расследования, это вот те дела, о которых я говорю, о которых в течение 10-15 дней завершается расследование, направляется в суд, на сегодняшний день 77% уголовного дела за три месяца, они направлены в суд именно в таком порядке. То есть получается, что уже три месяца эта программа действует, а сами дежурные прокуроры также находятся уже третий месяц на этих местах или вот только-только? Нет, они в таком же режиме работают. На сегодняшний день с учетом положительных результатов, значит, совместным приказом министра внутренних дел и генерального прокурора, с 1 июня этот пилотный проект, он распространен в целом на все отделы полиции. То есть во всех отделах полиции на сегодняшний день дислоцированы наши сотрудники, которые непосредственно на месте изучают уголовные дела, значит, при наличии оснований, они имеют полномочия по направлению этих дел в суд. Ранее таких полномочий не было, это вот буквально в конце мая два руководителя, министр внутренних дел и генеральный прокурор такой совместный документ подписали. Ну и я бы хотел несколько слов сказать о том, что уменьшилось количество обращений. Если говорить о цифрах, то в прошлом году, вот за этот же отрезок времени, в органы, вот по заводскому отделу полиции, в органы полиции обратилось 170 человек, граждан, участников уголовного процесса на действия органа расследования. На сегодняшний день ровно в два раз снизилось это количество, то есть меньше обжалуются действий органов уголовного преследования. С чем это связано вообще? Это связано, во-первых, с эффективностью работы, наверное, органов уголовного преследования, ну и то, что в течение короткого времени завершается уголовное дело, людям не нужно ходить кругами, все это достаточно быстрее разрешается. И то, что мы дали полномочия нашим дежурным прокурорам непосредственно на месте определяться с этими уголовными делами и принимать по ним решения, это экономит время также. То есть необходимости направлять эти дела непосредственно в прокуратуре необходимости нет, на месте наш дежурный прокурор эти дела изучает. И вот такой подход мы распространяли в целом и на другие отделы полиции. На сегодняшний день во всех отделах полиции наши сотрудники дислоцированы. Я как раз хотел бы воспользоваться вот этой площадкой и как раз вот эти вот нововведения довести до населения, что в принципе на местах, значит, при входах в фойе во всех органах уголовного преследования, в отделах полиции там размещены соответствующие информации о том, с данными наших сотрудников, которые непосредственно в органе уголовного преследования будут осуществлять прием и рассматривать эти обращения. Для нас даже это будет, наверное, и удобно непосредственно на месте разбираться с этими делами. То есть мы, с другой стороны, помогаем людям, необходимости идти уже в здание прокуратуры, наверное, нет. Но в целом, я думаю, что вот эти подходы, они дадут свой положительный результат. Ну, во всяком случае, вообще в этой сфере, в правоохранительной сфере, ну, мне кажется, это нечасто встретишь, да, в странах бывшего СНГ, чтобы вот перевели на такое скоростное рассмотрение дел. Мне кажется, вот Казахстан и в этом отношении, он где-то флагман. Вот, и я уверен, что как раз-таки вот эта программа, она даст очень хороший результат, во всяком случае, и не только даже для социума, но если посмотреть немножко шире, просто даже для экономики, да, то есть меньше будет затрачиваться средств на рассмотрение дел, это же тоже все стоит деньги. И вот, кстати, пословица «поспешишь людей, но смешишь» в этом отношении дала какой-то обратный результат, да, и получается, что ускоряя сам этот процесс, ведение дела, наоборот, ошибок допускается меньше, чем если его растянуть на какое-то определенное время. Да, ну, качество следствия – это процесс такой, которым надо заниматься каждый день. Ну, на сегодняшний день достаточно неплохо все идет, конечно, надо ей обучать параллельно следственный аппарат. Об этом сегодня у нас тоже разговор шел, непосредственно в здании заводского отдела полиции мы как раз собирались в рабочем порядке и совместно со следователями обсуждали эти вопросы. Ну, и, конечно, этот подход, он помогает еще в чем? Прямо предотвращать, значит, нарушение конституционных прав участников уголовного процесса. То есть, непосредственно на месте, когда наш сотрудник находится, имеются жалобы, можно на месте все это рассмотреть. Какие-то коррупционные риски исключают. Не исключают, да. Хорошо, спасибо большое. Хотелось бы напомнить, что в нашей студии был главный прокурор Актюбинской области Нургалым Мажитович Абдиров. Спасибо вам большое, Нургалым Мажитович. Да, давайте еще, забыл совсем. Давайте про комнату допроса, в принципе, тоже пару слов скажете. Я думаю, довольно интересно. Ну, на этом как бы и завершено. Во всех отделах полиции планируется оборудовать специальные комнаты для допросов. Мы видим, в каком виде их? Это, значит, прозрачные стены. Вот в заводском отделе полиции непосредственно сегодня журналисты видели, такие комнаты, они созданы. Это, во-первых, помогает всем, наверное, и следователю вести себя строго в рамках уголовного процесса и участникам. То есть видеть о том, что все следственные действия проводятся в рамках требований уголовно-процессуального законодательства. И кроме этого, по требованию во всех этих комнатах допросов прозрачных, они там установлены дополнительные камеры, видеокамеры, на котором производится запись этих следственных действий. А там запись происходит в онлайн-режиме или же записывается и потом как-то отдельно снимается с запись? Или прямо уже сразу транслируется куда-то определенному наблюдающему человеку? Там непосредственно запись идет. В последующем вообще мы хотим сделать, чтобы пульт-монитор был выведен в доступное место, откуда бы участники процесса, либо заинтересованные лица могли бы за этим наблюдать. Понятно, что здесь необходимо предусмотреть материально-техническую сторону, что это будет стоить определенных финансовых вливаний. Но мне кажется, это того стоит. Во-первых, мы уменьшим нарушение конституционных прав. Во-первых, на сегодняшний день достаточно очень серьезная у нас борьба идет пыткам. Оно, вы знаете, как физическое, так и психологическое может быть. Насилие, да? Да, насилие. Поэтому этим мы будем профилактировать или предупреждать такие риски. Потому что сама суть уголовного процесса в том, что очень много заявлений поступает, когда обвиняемые или подсудимые по следующим заявляют о том, что их показания были даны под влиянием или под давлением. И чтобы исключить эти риски, как раз вот эти нововведения делаются. И вот первая ласточка, это как раз вот этот прозрачный, с прозрачными стенами комната для допросов, которую сегодня средства массовой информации представители видели. Я думаю, что в ближайшее время мы такую программу совместно с руководством Департамента внутренних дел проводим. И она даст свои плоды. Да, ну и во всех отделах полиции в ближайшее время такие комнаты будут оборудованы. По крайней мере, если, допустим, с учетом того, что там сложно будет что-то делать со стенами, мы будем выводить, значит, чтобы запись шла и выводить на монитор вот этот процесс, чтобы участники процесса, заинтересованные лица могли видеть весь этот процесс. В целом, на мой взгляд, эти все нововведения, они дадут большой импульс для оптимизации уголовного процесса и защиты конституционных прав граждан. Спасибо большое. Ну, а я надеюсь, что эти нововведения станут не последними, а только очередным шагом к приближению наших правоохранительных органов к обществу. Спасибо большое. Хотелось бы напомнить, что в нашей студии был главный прокурор Октябрьской области Новголым Мажитович Абдиров.